Сегодня в России живет 19 собак породы спинона итальяна. Первая приехала в Москву из Голландии в 2012 году. Основное поголовье, конечно же, сосредоточено в столице. Две собаки живут в Санкт-Петербурге, по одной в Смоленске, Владивостоке и Ростовской области. Теперь же первый поймет этих собак появился и на Урале. Мы очень долго планировали вязку, нам помогали наши друзья из питомника и полностью организовали нам перелет Ксюши из Челябинска через Москву с пересадкой в Бельгию. Там она, соответственно, еще где-то месяц жила и уже приехала обратно с таким внушительным пузиком. Семь щенков? Семь щенков у нас родилось. Четыре мальчика, три девочки. Вот главный вопрос в том, что как же правильно ухаживать за мамой во время беременности? Ну, естественно, это хорошее питание. То есть это должно быть и мясо, и корм супер премиум класса. То есть специально сейчас есть, в принципе, большой выбор кормов для щенков. Они более питательные, там больше содержится полезных веществ. Также мы своим щенкам и маме, соответственно, тоже на протяжении всей беременности добавляем большое количество и минеральных веществ, и витаминов. Процесс-то как у женщины, то есть УЗИ, осмотры, обследования. Есть такое у собак? Да, мы, Ксюша, делали УЗИ, и нам на УЗИ заранее сказали, что у нас будет семь детей. То есть мы уже заранее знали, чего ожидать. Вот сам процесс уже родов. Как это? Можно самим сделать или можно и врача пригласить? Ну, мне везет, потому что у меня мама собаковод с очень большим стажем. Она с 82 года занимается эрдельтерьерами, и мы с ней вместе принимали роды у Ксюши. Появились щенки на свет. Что дальше? Каков дальше уход, кормление, прививки? Вот все, наверное, так же, как за детьми? Конечно, то есть повышенное внимание в первые несколько дней, то есть чтобы она их случайно там не придавила, не села, чтобы она их не начала переносить с места на место, чтобы она не волновалась. Место должно быть теплое, сухое, может быть даже немного темное, чтобы собака чувствовала себя уютно, как вот в гнезде, да. В дальнейшем, по мере роста, щенки должны вовремя глистогониться, вовремя прививаться. То есть обычно мы прививаем своих щенков вакциной на Бивак, то есть в один месяц на Бивак папе, в два месяца на Бивак Дэш, ППА и Лепта, и в три месяца у нас уже ставится финальная вакцина, снова комплексная и уже с бешенством. Примерно через 10 дней после третьей вакцины щенком можно начинать гулять на улице, он считается полностью привитым. Перед каждой вакцинацией, естественно, щенок глистогонится. Если человек решил купить себе щенка, на что надо обратить внимание, выбирая щенка, выбирая заводчика? Ну, во-первых, заводчик должен как бы в дальнейшем помогать владельцу щенку рассказать все тонкости и нюансы этой породы, да, особенности выращивания. Как вообще щенок должен развиваться, сколько он должен весить в определенный период своего времени, сколько, чем и как его кормить. То есть сразу же еще выбирая щенка, вернее, выбирая даже породу, стоит посмотреть вообще на человека, у которого ты хочешь покупать. Нравится он тебе, не нравится, готов он общаться, готов он поддерживать в дальнейшем связь. Ну вот купили щенка, принесли домой. Надо ли как-то готовить дом к появлению щенка? Обязательно нужны миски, какая-то лежанка, где щенок будет располагаться. Соответственно, запас корма, запас мяса, запас тех же витамин, да, ошейник-поводок, ну и какие-то бытовые там игрушки в огромных количествах, может быть, какие-то жилистые косточки. И всевозможные, там, кликер тот же можно взять сразу же, чтобы начинать уже дрессировку с первого появления щенка в доме. Собаководство и профессиональное разведение собак – это все-таки очень дорогое хобби, потому что несоизмеримы траты на ту же вязку, да, то есть на те же перелеты, на оплату самой вязки, на содержание суки, на выращивание щенков. То есть они у нас в неделю съедают сейчас 20 килограмм корма, и это им еще месяц. Вопрос, все ли уже зарезервированы, куда разъедутся, может быть, у нас все-таки будет побольше спина в Челябинске теперь? Мы оставляем себе девочку, вот этот мальчик у нас едет в Бельгию, скорее всего, один уезжает в Москву, предположительно, один в Америку, то есть пока еще ведем разговоры, потому что щенки маленькие, месяц. На самом деле, мне кажется, это действительно такой большой и сложный труд, и в каждого щенка вы вкладываете свою душу. Я абсолютно с этим соглашусь, потому что это бывает и бессонные ночи, когда у маленького щеночка болит животик, у него газики, и ты просыпаешься каждый час, массируешь ему животик, чтобы он не пикал, и он успокаивается. И понятно, что потом очень хочется в дальнейшем следить и за судьбой щенка, потому что это как твои детки становятся. Спасибо большое, что пригласили нас к себе в гости, рассказали о первом помете спинона на Урале. Надеюсь, все щеночки найдут себе хороших, любящих хозяев. Субтитры создавал DimaTorzok